МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...суспех, да? Вот. И сегодня мы с вами говорим о преодолениях. Вы знаете, очень хочу рассказать вам учительную историю. Сегодня звучали притчи обалденные, я тоже это люблю, про кофе и про все остальное. Я вам расскажу притчи из жизни. Вы знаете, эта притча помогла мне выйти, можно сказать, из второго кризиса. Потому что я посмотрела, вот вы знаете, мы на самом деле очень долго работаем, когда по рефлейм, у нас замыливается взгляд, мы что-то начинаем как бы по-другому думать, по-другому рассуждать. И в один прекрасный момент, как бы, приезжает сын мой из школы и говорит, мама, куда мы поедем на зимние каникулы? Я говорю, слушай, сынок, ну как бы на зимние каникулы куда? Ну никуда не поедем. Ты что, я приду после каникулы, меня спросят, мне стыдно будет, что там я никуда не ездила. Наши семьи едут в горы. Я говорю, классно, у папы нахан сломано. И он вообще не спортсмен, как бы, а я вообще музыкант. Ты с кем в горы собрался? Нам это вообще, это не надо же. Но когда есть мотивация, когда кто-то хочет, то, соответственно, как бы ради детей мы способны на многое. И когда мы приехали на эту гору, купили там все это, путевки, приезжаем, вот, ну как бы, какие-то незнакомые слова уже в автобусе начались, как бы. Кто скипает? Говорю, покупай. Чего покупать? Говорю, кто там еще что-то будет? Вот это же, смотрите, мы с консультантами общаемся, надо его добить. Ты его добьешь или нет? Сидит рядом с новичок и крестится, кого там добивают там, да? Поэтому, как бы, фильтруйте базар, как бы. Это первое, я что, вот прям не рисануло ухо, думаю, сижу в автобусе, как с иностранцами. Они о чем-то разговаривают, я ничего не понимаю. Потом второй шаг был, мы сели в автобус, уже едем на гору, я гляну, смотрю, женщина. А, приходим на остановку, все стоят. Все друг друга рассматривают костюмы. Ой, у тебя какой модный, как бы, а ботинки у тебя откуда? Ой, это последняя коллекция, там то-то, то-то, как бы, а вот и че, да? То есть, как бы, все друг перед другом стоят, думаю, какая реально такие ботинки, господи, вот прям, ну, какие-то у них цены свои. Ну, ладно, сели в автобус, я женщину стучу, как бы, поэтому, женщина, а мы первый раз едем, там вот эту карту развернули, там столько этих гор, столько этих спусков, как бы, нам куда вообще ехать? Она говорит, ой, нет, выберите вот самую маленькую, вот туда вот, езжайте, обязательно возьмите инструктора, покатайтесь, как бы, ну, и, как бы, вот сюда езжайте. Ну, ладно, я муж говорю, слушай, сказали вот сюда, он такой посмотрел, ну, мужчины же, разве можно, нам не показать самую маленькую, нет, вот сюда, мы ели вот сюда, не скажем, нахрен ее, как бы, вот туда поедем, ну, ладно, туда-туда, мужчина сказал, поедем туда. Вот, вдруг эта женщина поворачивается и говорит, такая, только вы знаете, у меня, по-моему, пожинает, вы только не сдавайтесь, вот, прям, вот, после первого дня. Я так уже это напрягло, когда, вот, вы только не сдавайтесь. Ну, ладно, вот, вы знаете, когда мы приехали туда, нам дали эти ботинки, муж, он так потрогает ботинки, говорит, о, я уже знаю, чем я буду заниматься, я буду фотографировать. И он эти ботинки даже не одел, я одела ботинки, застегнула, думаю, господи, а как же до горы перейти, я наносил эти ботинки, вот так вот иду, думаю, а что ж все так вот спокойно, думаю, нет, что-то другое. А там, правда, ботинок 12 килограмм, понимаете? Я думала, господи, это же, ну, я только даю, уже умру, а как я кататься-то буду? Вы знаете, ребят, на 3 детей я узнала, что не надо застегивать ботинки, когда идешь. Что надо просто одеть ботинки, и вне застегнутых, как нормальный человек идти. Оказывается, застегиваешь под углом 45 градусов, а они сделаны из пластика. И когда ты застегнут, что у тебя нога вот такой век приобретает. И ты игрушку, смотришь, как все ржают по-другому? Когда я шла, говорю, что она... Я вам, для чего это рассказываю? Во-первых, через смех, да, мы уже 5 часов отсидели, вам уже на этом всем хреном. И через смех вы все запомните. Вы не будете помнить, что я на этом говорила. Но вот эту историю несут все. Мне потом люди в Фейсбуке пишут, «А Даша, выступишь у нас на вебинаре? Только расскажи про мыши». Да? Вот. Вы знаете, почему я вам говорю? Потому что, смотрите, новичок, он пришел, увидел промо-стойку там эту, одел и пошел туда. Вы что, все молдеем там, да? Что там это хрен? Просто тот же инструмент, он его взял по-другому. Да? Потому что он новенький, и никто не подсказал. Рядом не было человека, который сказал что-то по-другому. Когда мы поднялись наверх, ну, уже я поняла, что как бы это очень все серьезно, я увидела огромное количество людей, от трехлетних малышей, вот этих вот, таких же, да, до дедушек. И главное, еще прикол такой, едем в автобусе, раздавьте его ножки, там написано, от 70 до 90 лет скидка. Там сколько-то процентов, я говорю. Это по приколу, типа в этот возраст все равно никто не доезжает. Вот им скидка, там 50 процентов наоборот мне. Ребята, там полгоры такие. Там полгоры 90 лет, понимаете? Мы приходим, говорим, дайте нам, пожалуйста, инструктора. Он говорит, русских нету. Я говорю, блин, ну я английский не знаю, как бы что делать. Он говорит, русский расписан на неделю вперед, поэтому возьмите любого. Нам дали какого-то испанца, да, вот здесь вот вы видите. Я ему не говорю, типа испанский, ноу, как бы немецкий, ноу английский, ноу, я ничего не знаю. Он говорит, ну, ноу проблем, Паша, поехали. Смотрите, какой очень важный момент. Да, как бы мы очень часто с новичком, да, когда он приходит, разговариваем на разных языках. Но важно определиться было. Он мне сказал всего там несколько слов, еще и показал, то есть мы на берегу договорились о каких-то словах, чтобы я поняла, о чем он говорит, да, то есть там он мне говорит, лук, 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 лук. Он же стоит рядом с кофе, с фотоаппаратом, говорит, смотри на них, а-а-а, лук, лук. Он мне лук, 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 лук. Релакс, лук, 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 лук. Тоже знает, да, вот. А как работать еще? А? Ну, ладно. Ну, ладно. Смысл в чем? Что, когда мы подошли к этой горе, да, сначала мы тренировались просто как бы на месте, когда мы подошли к детской курочке, и я поняла, что мне надо с нее съехать, я говорю, ноу, и показываю. Смотрите, в детстве человек больше всегда может договориться, даже если вы на разных языках договариваете. И смотрите, что он мне делает. Он у меня отобрал палки, отобрал палки, дал мне две руки и говорит, лук мне. И вы знаете, когда мы начали спускаться, он мне, я тут там. Смотри, там живое, он говорит, ноу, лук. Я говорю, я лук. Релакс, релакс. Лук мне. Там трава ем, что-то работай как-то. И в общем, он меня за руки, когда мы до низа горы спустились, и я повернул, говорит, посмотри-ка, туда-ка, повернись. Я посмотрел, и я думаю, ё-моё, я с такой горы спустилась. Смотрите, со мной был рядом спонсор. Спонсор, который, он мне не поставил, не дал палки мне сразу. Говорит, давай, вот так вот, все, он не рядом, он был впереди меня. Он половину инструмента, как сказала Сюня Анжи, начать и закончить, да, то есть как бы он часть работы взял на себя. Он мне в самый трудный момент говорил, что нужно расслабиться. Оказывается, для того, мы можем на лыжах там вот эти повороты делать, как бы нужно на самом деле маневрировать вот этим напряжением ног, это все, понимаете? Вот, но на этом история не закончилась. Все, я съехала, все хорошо, глинтвейном закрепили, там все нормально, утром я встаю и вспоминаю слова женщины из автобуса, потому что я понимаю, как бы, что я за собственные деньги должна еще пять тысяч заплатить, чтобы мне эти лыжи дали, как бы, я же и не знала, что у них не та ходит, так вот, да, что я должна заплатить, туда все это подняться, испытывать кучу напряжения, и самое главное, что я не понимала, что все так радуются, это же так ужасно, у меня на второй день болело все, как будто я на голове ездила, а не на ногах, понимаете, все, даже волосы болели, вот, и я себе что сказала? Я говорю, Никите, папа будет фотографировать, а мама будет бить литвейн, а ты будешь кататься, я говорю, мы так не договаривались, я говорю, ладно, ладно, пойдем, и вы знаете, вот тоже как бы, вот смотрите, скупой платят дважды, вот те, кто сегодня говорят, ну я летом не буду работать, я вот восслаблюсь, как бы, а потом осенью, вот сейчас кризис там, утифник, что сейчас бестолковое действие делать, на хрена сейчас учиться идти, ходить, на хрена там еще что-то делать, ребята, вы заплатите потом двойную цену, и когда я внизу, у склона горы, не взяла лыжи, поднялась наверх, первое, что я увидела окружение опять, все такие, ух, 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 есть ли довольные, думаю, блин, ну что все так радуются-то, ну что я лыжи не взяла, ну я выпила, блин, трейн раз, хожу, как дура, думаю, блин, все такие счастливые, то есть смотрите, даже если вам плохо, приходите сюда, приводите своих людей, они будут видеть это окружение, даже силком, я встала и не хотела идти на эти лыжи, но когда я пришла, когда я увидела, что все радуют, что опять вот до этого, до 90 лет как бы все ездят, все получаются, я такая говорю, блин, я пойду лыжу в афину, прихожу, а они 5 тысяч на горе стоят, а 10, понимаете, вот не захотел по-человечески, заплатишь все равно в другом месте, поэтому лучше не останавливаться, ребят, лучше делать по системе, лучше делать каждый день и по чуть-чуть, вот, поэтому, вот эта история, как бы, мне показала, видение новичка, человек, который приходит, и ему уже на второй день, он не понимает, от чего вы тащитесь в рифле, здесь послали, там послали, здесь от заказа отказали, здесь деньги не отдали за заказ, а вы все-таки довольны, а вот такого, вот такого, а у него просто ботинки застегнуты, и поймут все, понимаете, и вы возьмите к нему положение, вы возьмите к нему положение, вспомните, как вы были новичком, встаньте рядом, скажите, слушай, ботинки оденешься, будет ли новое, вот там у тебя будет болеть, но ты не должен бросать, вот здесь тебя, может, там пошлют где-то, то есть как бы смысл в том, что поймите, что сейчас другие времена, более избирательным относитесь к людям, более избирательно относитесь к предложениям, по-другому посмотрите на свои действия, на свою систему.